вот я его нашел вот напротив полицейского участка начинается улица которая заставлена вот этими ларьками здесь продают все начиная от инструментов заканчивая электро электроникой бытовой техникой и дальше смотрите здесь точно также различные инструменты продают улица очень длинная продолжается и сюда смотрите вглубь вглубь сколько торговых рядов здесь можно заблудиться продают вещи туда продают инструмент стройматериалы просто невероятно количество торговых рядов сейчас посмотрим что сколько стоит прицениваться каким вот смотрите униформа можно купить американскую униформу у прикол всяком случае с американским флагом и с армия с американская униформа вот такая есть штанцы американские но наверняка шьют это все на вьетнамском заводе здесь на местном такими вот смотрите все стилизовано под американские амуницию кепки шапки всякие различные каски поможем каску купить пластиковая пластиковая каска с американским гербом опять различная амуниция халал в круг ну круг хамачус полтора миллиона стоит такие тапки это где-то три с половиной тысячи рублей америка у матри тут даже продают смотрите от калаша магазин вот такие вот боеголовки пустые но зарядки вот америка американские настоящие ношеные малость солдафонские всякие прибамбасы магазина в общем это раскопки эхо войны здесь 15 лет американцам бомбили вьетнам очень долго и упорно вот такими вот снарядами боеголовками от зенитных комплексов осталось кучу всего я так понимают военнопленных фляги различные поморить есть радиостанция все это настоящее по фонарь настоящий американский фонарь так мне сейчас покажут ножик болисонка вот такие вот ножички настоящие в фонарь российский нож вот такой бабочка он лихия америка а третье есть американский хамач ван миллион от хандит 1 миллион восемьсот тысяч такой стоит нож маленькие какие-то самоделочки ножи магазины от автоматные магазин такие штыки в общем огромный выбор за три три с половиной тысячи можно купить американский гигантский штык хау хау гонкин в флайн окей чё я в общем отсюда выводит это как сувениры и говорит что в самолете в аэропорту никаких проблем с этим нет можно это вывозить на самом деле это холодное оружие холодное оружие если в вьетнаме с этим вопросов нет то например если мы прилетим в россию и это где-то засветится то меня спросят начать в чемодане и почему-то пользуешься холодным оружием а это извините меня уже статья всякие ремни подтяжки одежда амуниция под каски хау мать 2 миллиона стоит вот такая каска вид вьетнам дам немецкого образца каска немецкого образца стоит 2 миллиона донгов фашистская смотрите-ка фашистская каска фашистская каска стоит 2 миллиона это вот китайская каска есть кружки различные утюги такие касочки просто обалдеть есть пилотные самолетные каски просто ужас смотрите есть медицинская каска с крестом все это оригинала ребята это все оригинала корзина оригинал это все оригинал корзина вся одежда вес ордина короче эхо войны которая которая совсем недавно закончилась и возможно каких-то еще отдаленных влияниях проявляется вот смотрите костюм этого летчика до летчиковский 3 да это комбинезоны омуро все это здесь полном ассортименте вот смотрите рима не но это конечно же современное исполнение очень много оригинальной тематики ножей касок фляг различные противогазы вот смотрите целый выбор тут касок различных это мотострелковые легкие каски есть такие вот обалдеть есть оригинальные есть уже не оригинал то есть вот это это же то что производит милитари так называемый стиль есть вот настоящие военные каски тяжелый металлические бронебойная куча всего вот смотрите рюкзак десантника например но не советского и советского десантника но похож вот фляги опять фляги котелочек котелочки тоже видно что оригиналы потому что все такое немножко где-то покоцанное поцарапанное просто телефонный аппарат такая фляга вы даже на эти бутылка есть который лет 50 опять у нас патроны гильзы точнее гильзы все это используют вот и смотрите берцы есть новые очень тяжелые есть сношенные даже то есть опять оригиналы солдат все это с пленных или с убитых я не знаю откуда все это добыто было когда-то и кем-то и теперь очень активно продается за вполне себе такие приемлемые деньги даже если например сравнивать рынки да там черных копателей различных то посмотрите советский котелок 90-го года не 80-го 80-го года хамач 200 витамских донгов стоят советский котелок 80-го 200 200 по русски до российский 200 вот тоже котелок но это уже не не русский а вот этот советский котелок 80-го стоит 200 500 500 рублей 500 рублей я покупал такой в россии за 100 то есть здесь дороже опять-таки у нас пошли фонарики различные электро же тоже фонарики вот сумка смотрите сумка да хорошо говоришь по-русски хорошо да старый до старый старая сумка вот медицинская все измерить опять фляжки кружки от противогаза как я говорил how much по русски сколько стоит 300 300 тысяч 300 тысяч до говорит 300 тысяч стоит противогаз вот береты различные есть танковые не танковые дайте зайдем какой-нибудь магазин инструментов посмотрим сколько стоит то что мы обычно используем хозяйстве а что здесь есть интересно здесь опять одежда пошла какая-то очень-очень много одежды вот форма опять полицейская security сувенир виде гранаты пожалуйста патроны стрельны но хорошо быть стрельны а то было бы опасно здесь находиться фонарь фонарь американский гнутый всякое старье раскопочное барахло всякие самолетики он лягушки опять-таки каски 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 очень мало здесь гражданского в основном все военная карабины оружие один спросил сколько такому тока у мать вот такой молоток полу кувалда полу молоток легкая кувалда сейчас мне скажу сколько она стоит по каталогу значит цен у нас не придумано хочу цена оригинальное производство hardware tools professional hammers осаки осаки фирма на осаке написано а 250 тысяч от 500 рублей примерно окей пеньки 10 500 смотрите туда какой коридор это все туда торговые ряды и туда я наверно уже буду возвращаться я пойду новой дорогой не люблю возвращаться пидометры различные тахометра для машины датчики всякие вот как на уазике да у нас кстати как это есть уазовские уазовские газовские приборы это с уаза стоят вот давление масло заправка хамач хамач сейчас мой против сок уазовский стоит вот тут этот ага прибор давления хамач вот сделано в россии написано вот 200 тысяч это 500 рублей такой датчик стоит ok thank you very much вот это уже зарубежные какие-то панели обалдеть видимо тоже российских уазиков которые сюда поставлялись на вооружение много чего было снято а теперь продается вот так вот как барахольные раскопки всякие опять у нас мили перед тема пошла одежда свежая не очень оригиналы вот прям тут живет что-то шьет товарищ вот опять пошли у нас всякие фляги не любит в общем они часы пожалуйста не любит товарищи у нас когда спрашиваешь цену если спросил цену нужно покупать стоит фонарики а мать фонарь флештайт хамач духа на 400000 стоит фонарик американский оригинальный берцы есть американские немножко ношу на даже до вот ножики смотрите кстати это все раз такое остаточный швейцарский ножик вот например да или его подобие непонятно чье это вот такие вот солдафонские ножички всякие бритвы там побольше ножи поменьше всякое всякое барахло вот значки американские эмблемы все это видимо солдат снято так что сами думайте какой силой обладает эта продукция какой дух царит здесь на этих рынках это рынок реально черный какой-то я хочу уже уйти от него здесь не так интересно и приятно я спросил у продавца который занимается продажа вот этого всего амуниция пистолетов и автоматов у них нет это запрещено ножи можно штыки можно но это так аккуратненько продают не особо не шумят но принципе видимо проблем никаких не возникает вопросов тоже не возникает вот таким вот образом по всему миру растекается эхо войны которая была здесь 60-х по 75-е годы 15 лет американцы усердно бомбили вьетнам усердно отправляли сюда солдат и теперь все это продается превратилось некоторое шоу решайте сами нужно вам это что-то или нет купить можно все но нужно ли вам